Итак, большое спасибо за донат, мистер Сраули. Спасибо большое за донат. Короче, худшие вокалисты в истории человечества. Сергей Сокол из группы Виконт, Лео с Хеллскрим, Уда Диркшнайдер, Варшавский из группы Черный Кофе, и... Ну, кто пятый, интересно, ради этого и послушаем видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Александр Уманчук. И обычно мы говорим о... Я надеюсь, подождите, не просто Александр Уманчук, а эксклюзивный, типа, премиум преподаватель вокала. Красных талантливых певцах или певицах, которые поражают людей своим голосом. Но сегодня я решил, что пришло время поговорить о самых ужасных вокалистах в истории. Таких существует немало, но есть такие люди, которые, несмотря на свои ужасные вокальные способности, сумели добиться либо мировой известности, либо стать весьма знаменитыми среди своих соотечественников. И сегодня мы поговорим о таких певцах. Вот я перечислил таких. А перед тем, как мы начнем, я настоятельно рекомендую вам подписаться на этот канал, поставить свой лукас, рассказать об этом канале всем своим друзьям, что я думаю, что не имеется... А он почти не отличается. ...мысла затягивать. Давайте начнем. И начать сегодня я бы хотел с прекрасной, прекрасной, не побоюсь этого слова, певицы, художницы, деятели искусств и вдове потрясающего вокалиста и композитора Джона Леннона Йоко Оно. А, ну окей, да. Ну нахер. Мало кто знает, что у Йоко Оно очень много своих авангардных... Бля, мы что-то прикольное придумали на стриме, я забыл. Типа под, короче, верещание Йоко Оно врубили какое-то мозло, и оно легло нормально. ...проектов, в которых она поет, танцует, рисует, делает все, что угодно. ...проча, страдает хуйня, я безблажник. Бля, там этот Леннон-младший в ахуе на гитаре такой «Мам, давай уже домой пойдем». Можно сказать, что она авангардная художница, до сих пор Йоко Оно жива, ей 88 лет, вот так вот бывает, друзья. Знаешь, что Джон Леннон не дожил до этого момента и не может насладиться пением своей прекрасной жены. Очень много людей критикуют Йоко Оно за ее очень странные вокальные перформансы, за ее странную работу со своим голосом. Но есть такие мысли, что она делает это специально, что это определенный вызов обществу, что это ее конкретное высказывание. На сто процентов тут... А в чем высказывание-то, типа, «Я ебанутая старая тетка». Блин, быть нельзя, но тем не менее, можно послушать ее творчество, насладиться им, возможно, а возможно ужаснуться, но нельзя отрицать одного. Она умеет эпатировать, и она до сих пор подает какие-то невероятные... Блядь, так любой бомж умеет эпатировать. Но как бы тут весь перформанс заключается не в том, что она делает, а в том, кто она при этом. То есть, типа, если бы, блядь, ну, там, Макрон вышел бы, короче, и вместо речи на Новый год или там в честь какой-нибудь важного события просто вышел там, «Дорогая Франция!» Типа, ну, это тоже, как бы, блядь, был бы эпатаж. Ну, то есть здесь ровно по такому же принципу. Просто прикол в том, что если ты каким-то образом примазался к какой-то известности, ты потом можешь заниматься просто любой полной хуйнёй, и всё, и всё чётко. Очень странные перформансы, и поэтому она заслуженно, заслуженно находится в этом. Так. Сэнбль, спасибо. Давай сейчас после видоса, спасибо. В списке, друзья, который мы с вами продолжаем, и упомянуть хотелось бы о нашей соотечественнице, прекрасной певице, уже, можно сказать, актрисе, о Олечке нашей Бузовой, о Бузяшечке. А она нормально поёт, кстати, чё? Бузёнычи нашим. То есть её хотя бы не так противно слушать, как там вот эту её колонну. Бузяша вообще кайф, типа за Бузяшу и двор стреляю в упор. Мало половин. Там, блядь, какой у неё жест фирменный, я забыл, типа. Такой или, блядь, сука. Я не знаю фирменный жест. Бузяшечка наша является выпускницей Дома 2, так сказать. Построила свою карьеру, она на чёрном пиаре, на странных выходках. Я хоть раз на вас голос повысила! Это значит лав, по-моему, или что-то такое. И на своём очень нетривиальном образе. Хотя... Торчок, спасибо большое. А в душе её очень глубокий человек, достаточно ранимый. Но в какой-то момент... Там этот чел как у меня... А в душе её очень глубокий человек, достаточно ранимый. Он охуенно в тему-то. В какой-то момент Оля решила, что она хочет петь. Изначально... Изначально корышечка? Да, типа она вот... Она как этот, как, блядь, как Дориан Грей, или как забыл я этот... Бенджамин Баттон. Типа она... Чем старше, тем менее дебильно выглядит. Тем, типа... Ну, короче, вы поняли. Тем лучше выглядит. Он не воспринимал это всерьёз. Все думали, что это будет провал. Но самые первые её хиты занимали почётные места в чартах. У них были огромные прослушивания. И её песни слушало очень много людей. При этом она совершенно не умеет петь. У неё практически нет слуха. Да, может быть, на одном концерте просто плохо себя слышит. Ой, ну хотя да, здесь пиздец. Ну как нет слуха, если она там что-то попадает? Сейчас она поёт чуть-чуть получше. Но если прослеживать её музыкальную карьеру, она уже поёт больше пяти лет, я думаю. Могла бы немножечко подтянуть вокал. Опять же, если брать во внимание, сколько она зарабатывает, какие у неё огромные охваты, какая у неё огромная публика, аудитория. Но, как говорится, каждому своё. Видите, мы живём с вами в очень интересное время, когда можно совершенно не уметь петь, но при этом быть известным певцом или известной певицей. Слушать это или не слушать, друзья, решать вам самим. Но я думаю, что никто не усомнится, что в этом списке Оля занимает почётное место. А мы с вами не будем останавливаться. Да без России хуйня будет. Сейчас многие меня раскритикуют, но я решил, что стоит упомянуть в этом топе, в этом списке о прекрасном Евгении Панасенкове, о нашем великом... Не, Панасенков — это маэстро. ...виком историки, деятели искусств, режиссёре, кинорежиссёре, актёре. Кем он... Ну, он точно неплох. То есть, если ты, конечно, не унылый, оперный какой-то там дохераговный эксперт, или если у тебя нет просто очень острейшего слуха на какие-то микро... там, мелизмы и прочую поебень, то голос... Ну, типа, пение Панасенкова вообще никаким образом раздражения не вызывает. То есть, их невозможно слушать, худшие вокалисты, вот кого прям слушаешь и просто думаешь, блядь, ну и пиздец. Типа, Панасенков точно к ним не относится, как и Бузова. Панасенков и Бузова стопудово лучше, чем Варшавский, Удодерик Шнайдер, там, блядь, Кирилл Бледный, не знаю. Спасибо за надторчок. Спасибо большое. То есть, вот есть те, кого прям, ну, просто мерзко, в принципе, блядь, вообще, что он рот открыл. Вот. Ну, кроме меня, в смысле, конечно, я перечисляю людей. Я-то, понятно, топ-1. Но кроме меня, еще... Вот те, кого я перечислил. Только не был публицист, писатель, разве что в космос, он только не слетал. Откуда мы знаем? Думаю, он гушкулял там. Кстати говоря, про Евгения на канале есть несколько роликов, есть даже сногсшибательная пародия на него, если... Я, честно, там и пародия, типа, не очень была смешная, и я не понял вообще, Гонана Маэстро, что он такого сделал-то. Хотите, смотрите по ссылке в описании. Дешевка, не боится быть переигранной. Или по подсказке. Ну, а сегодня мы поговорим о его вокальных способностях. Евгений сам себя считает непревзойденным вокалистом. Ну, там, да. Там, он не непревзойденный, это, конечно, тоже точно. Тенором, можно сказать, обладателем бель-канто. Но когда слушаешь Евгения, почему-то потихонечку из ушей начинает литься кровь. Я не знаю, почему, ведь Евгений ставит себя на одну ступеньку с такими прекрасными певцами, как Луча на повороте и Марио Дель Монако, и при этом умудряется раскритиковать действительно выдающихся вокалистов, таких как Димаш Кудайберген, таких как Фредди Меркьюри. Ну, как говорится, синдром Даннинга-Крюгера в действии, друзья. Мы лишь можем наслаждаться его прекрасным звукообразованием, звукоизвлечением, по-другому это сложно назвать. Ну, а... Я тоже Every Moment. Нас он всех будет дальше продолжать считать дешевыми букашками, которых нужно уничтожать. Я очень нечего. Благодарю за торчок, что-то ты ебать накидал. Это ж что получается, я завтра поесть смогу? Что ж тут поделать, такова его судьба. Друзья, а мы продолжаем, мы продолжаем. После такого вот экскурса в мир оперы, хочется почему-то вспомнить о чем-то таком болтарском, вспомнить о каком-нибудь рокере, который очень здорово пел, как казалось мне когда-то. И речь идет о чудесном финском музыканте, солисте группы The Rasmus, Лауре Юлёнине. Надеюсь, что я правильно произнес его имя. В свое время, когда я был молодой, ох, давно это было, я слушал песни группы The Rasmus, и мне казалось, что вау, как круто поет вокалист. Но сейчас, когда я слушаю его живые записи, мне больно это слушать. Ну это хуже просто, чем было, но это неплохо. Такое ощущение, что у человека просто совершенно зажатый, скомпрессированный назальный звук, и очень тяжело его куда-то вывести. Я не знаю, что произошло, было ли это всегда, но сейчас, к сожалению, Лауре поет очень странно и очень некрасиво. Надеюсь, что он поправит свою технику, надеюсь, что он сможет воспроизвести все свои старые хиты в прекрасном исполнении. Кстати говоря, он не самый критичный представитель сегодняшнего видеоролика, но, тем не менее, почему-то захотелось о нем вспомнить, и надеюсь, что у него все наладится, надеюсь, что он снова запоет, так, как это было в далеком 2008-м. Я думаю, что те, кто знают, те помнят. Какую пародию, просто это премиум преподаватель, это он и есть. Здесь наш сегодняшний потрясающий список самых ужасных вокалистов в истории. Но это не самое ужасное. Я бы хотел самый... Вообще, мне кажется, я смотрел уже этот ролик, нет? Я уже смотрел его. Я уже забыл. И кринжовый певец у деда Склероза. Это Флорес Фостер Дженклс. А, ну... Классика. Записи голоса этой прекрасной пианистки и вокалистки The Glory of Human Voice осталось совсем немного. Но до нашего времени добрались некоторые записи, по которым мы можем послушать голос этой прекрасной певицы. Как и все люди с разновидностью эффекта Даннинга Крюгера, она считала себя непревзойденной прекрасной вокалисткой, бралась за сложнейшие арии, за арию «Царицы ночи», за арию «Нормы», за многие-многие-многие-многие произведения оперного искусства и не только. Охуительно. Ей казалось, что пела она потрясающе, при этом для всех остальных зрителей было очевидно, что она не попадает ни в одну ноту и с метроритмом у нее огромные проблемы. Но это не мешало ей стать знаменитой и записать свое имя в аналы истории. В принципе, можно их сравнить с Евгением Понасенковым. Но мне кажется, что Евгений чуть чаще попадает в ноты. Вернее, ноты чуть чаще попадают в Евгения. Кстати говоря, на основе жизни и биографии этой замечательной женщины и певицы был снят фильм под названием «Примадонна», в которой главную роль исполнила Мэрил Стрип. Советую вам обязательно ознакомиться с этой картиной и посмотреть этот прекрасный фильм. Как говорила моя первая педагог по вокалу, петь можно как хочешь, главное, недолго и невысоко. Ну и в принципе нет ничего зазорного в том, чтобы петь у себя в душе. Но если ты вышел на сцену, если ты вышел на публику, если ты демонстрируешь свое прекрасное пение другим людям, то будь готов, что тебя раскритикуют и возможно ты не так хорош, как тебе казалось, когда ты пел в своей прекрасной ванной. Да и вообще объективность это понятие растяжимое. Очень сложно в этой жизни сойтись во мнениях. Поэтому я думаю, что было очень весело и здорово вспомнить об этих прекрасных певцах, об этих прекрасных артистах и музыкантах. На этом я бы хотел на сегодня закончить. С вами был, как всегда, ваш дорогой друг Александр Руманчук. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лукасы, рассказывайте о канале друзьям. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на телеграм, инстаграм, группу ВКонтакте. Заходите в описании, там много интересного. Слушайте синглы. Я думаю, что каждый там найдет что-то интересное, что-то близкое себе. Хорошего вам самочувствия, отличного настроения и до новых встреч, друзья. Пока. Ну, короче, это не худшее. Все-таки. А, есть еще другие. Есть еще... Это серийный контент. То есть, есть еще другая серия. Ну, кстати, Friday, Friday охуенная песня. Этот чел тоже. I am the best because I am the best. Нормально. Не, ну, худшее это вот, смотри, Варшавский, Уда Дирек Шнайдер, Кирюша Бледный, Леус Холлскрим, Сергей Сокол, Истинный Млак. Да пребудет с вами Сила. Истинный Млак. Продолжение следует...